Сейчас будет пересказ фильма «Плохое поведение». Приятного вам просмотра. Фильм показывает мальчика по имени Рик, который видит, как его мама лежит без сознания на диване. Выясняется, что мать Рика Люси пыталась покончить жизнь вместе с шокирующей сценой, когда его мать лежит без сознания. После Рик рассказывает, как все началось, и мы можем заглянуть в историю. Он вспоминает маму Рика Люси, алкоголичка, и она не обращает никакого внимания на своих детей. Она постоянно говорит о разводе с отцом Рика. Также показывает, что у Рика есть сестра по имени Кристен, которая работает в клубе. А затем показывает отца Рика, Джозефа. Кажется, что оба родителя невнимательны и невежественны по отношению к своим детям. Они всегда заняты организацией мероприятий и вечеринок в отсутствии их детей. Также мы узнаем, что Рику нравится девушка, которая также является его одноклассницей по имени Нина. Позже Рика ведет в гостях у Джимми. Джимми владелец стрип-клуба, где сестра Рика, Кристен, работает. Джимми говорит Рику позвать одну из своих танцовщиц для него. Чтобы позвать ее, Рика идет в этот дом, танцовщицей, и просит ее пойти с ним. Но стриптизерша, которым выбирает, отрицает, что хочет пойти с ним в стриптиз-клуб. Она начинает кричать на него и вызывает большую сцену. Рик теряет после сознания, поэтому он решает отставить стриптизерша от них в их хаосе. И идет в дом своего друга Билли. Здесь мы видим маму Билли, мисс Бендер, которая затем отправляется у сына Билли за вещами, убедиться, что он проводит время с Риком наедине. Как только Билли выходит из дома, мисс Бендер начинает приближаться к Рику, отчего он чувствует себя неловко и ошеломлен. Это показывает, что именно так и начался их роман. После сцены переходит на следующий день, где Билли и Рик разговаривают о том, чтобы сделать Нине предложение. Туда же приходит Карлос и заключает пари с Риком, что если он случайно сделает Нину своей девушкой, он даст ему 1000 долларов. Но если Рик не сможет сделать Нину свою девушкой и проводит миссию, произойдет наоборот, и Рику придется заплатить Карлосу 1000 баксов. Услышав это, Рик, не думая о каких-то последствиях, также соглашается и делает ставку. Позже раскрывается, что Карлос был сыном подпольного гангстера. После того, как Рик видит святую Лолу в ванной, которая на самом деле является воображаемой подругой подростков, святая Лола мотивирует Рика, что он может произвести впечатление на Нину и сделать ее его девушкой. После нескольких дней неудачной ставки с Карлосом, Рик узнает, что Нина рассталась с своим парнем Келвином, после того, как узнала о том, что Нина не замужем. И, должно быть, отчаянно хочет найти нового парня. Рик начинает чувствовать, что он может легко сделать Нину своей девушкой. Пока они учатся в школе, их учитель умирает во время чтения лекции. Это вызывает хаос во всей школе, и детям говорят покинуть здание. По пути из школы Рик наконец разговаривает с Ниной и просит ее сопровождать его на похороны учителя, который только что скончался. Как раз в это время, когда отношения между Ниной и Риком шли как надо, бывший парень снова появляется перед Ниной и просит некоторых гостей сопровождать его. На следующий день Рик появляется у учителя на его похоронах, и эти гости тоже сидят в машине мамы Рика. Как раз тогда Нина говорит Рику, что ей нравится музыка Джоша Гарвина, и он в этот момент решает пресс-впечатление на Нину, потому что он лично знал Джоша Гарвина. На самом деле он также планировал пойти на его концерт завтра, и Нина очень рада услышав это. Она сладким голосом спрашивает его, может ли она пойти на концерт с ним. И видя эту прекрасную возможность, Рик отвечает ей утвердительно. В то время как Рик и Нина планировали пойти на концерт Джоша, кто-то на выходе врезается в их машину сзади. Рик узнает, что отец сделал их отец в церкви, и разбил бампер своей машины. Затем отец извиняется перед Риком и говорит ему, чтобы он отремонтировал свою машину. Потому что Рик пообещал отвезти Нину на концерт. Он сразу же идет к Джимми, просит его купить билеты на концерт. Джимми соглашается помочь ему. Джимми решает вначале закончить свою задачу и получить вещества у дилера. После того, как он получает эти вещества, он идет к своей матери, мисс Бендер, и просит ее одолжить ее машину для Рика. Услышав имя Рика, мисс Бендер соглашается отдать машину. После, когда Рик идет забирать машину, мисс Бендер просит Рика взять Билли с собой. Этим вечером Рик и Билли приходят к Джимми, чтобы купить билеты на концерт. Но когда они добираются до туда, они узнают, что Джимми сильно их бросил и не купил билеты на концерт. Как раз тогда Билли и Рик остались в неведении и думали об альтернативных. После появляется Нина, и ее взгляд лежит на машине отца Рика, которая стояла перед ними все время. Подходя к машине, мальчики стали свидетелями того, как отец Грега и отец Билли теперь с девушкой. Рик планировал пригласить Нину на концерт, но его шаг был жалким, и он не мог нуждаться в концерте. Он чувствует себя смущенным и извиняется перед ней. Нина более сильная личность, также впоследствии прощает его на следующий день. Когда Рик идет в школу, он видит нового учителя, которого заменил предыдущий ушедший. После короткого периода обучения, новый учитель тоже таинственным образом умирает. И никто не знает почему и как учитель умер. Позже, в тот день, Рику звонит механик, который обслуживал машину его матери. Он говорит Рику, что потребуется еще неделя, чтобы починить его машину. Поэтому он позволяет Рику какое-то время водить очень дорогую машину из своего гаража. Рик очень доволен машиной и в конечном итоге получает массу удовольствия с Беллией Ниной в новой спортивной машине. После полного дня радости начинается солнце и удача Рика открывается. Но в ночное время его поймала полиция. На самом деле, причина, по которой это сделала полиция, заключалась в том, что нашли мертвое тело механика в машине мамы Рика на станции техобслуживания. Они высадили Рика, потому что он вел машину механика. Это создает большую путаницу и заставляет полицию подозревать Рика, как убийцу механика. Они везут его в полицейский участок и собираются держать под стражей целую ночь, пока его допрашивают. Он говорит полиции, что пошел к механику, чтобы отремонтировать машину, пока занял отца городской церкви. Тем же временем туда приходит адвокат, которого отец церкви послал помочь Рику. По его просьбе, Рик возлагает всю вину на своего отца. Увидев Рика беспечным подростком, полиция решает отпустить его и говорит Рику быть осторожны в следующий раз. Адвокат принимает запрещенные вещества и испытывает сильное возбуждение. Он испытывает влечение к Рику, пытается приблизиться к нему и пытается поцеловать его. Но у Рика появились чувства к Нине, поэтому он сопротивляется адвокату. По возвращению домой, он обнаружит, что его сестра Кристен пригласила нескольких своих друзей стриптизерс. Он приходит дома, видя, что у Рика появляется идея, и он говорит Билли, что мы откроем здесь свой клуб на одну ночь. И мы можем на этом заработать тысячу баксов, чтобы отдать их Карлосу. Он рассказывает всю эту версию своей сестре, ее и друзьям стриптизершам и просит их помочь ему. Они все соглашаются с Билли, и Билли называет свою маму Мисс Бендер. Но дело в том, что Рику это не нравится, так как она всегда пытается соблазнить его своим грязными методами. После короткого времени прибытия Билли случайным образом выходит, чтобы что-то проверить. Когда Мисс Бендер делает ее движение и настойчиво пытается соблазнить Рика, но в конечном итоге он избегает ее. И все время после того, как Билли возвращается внутрь, он видит, как его мама делает странные вещи с Риком. Рик замечает странные важные лица Билли и просит его отвезти его маму в другую комнату. После того, как Рик приглашает Джимми на вечеринку, он просит, чтобы Билли пригласил свою маму. Они сразу же начинают зарабатывать очень хорошие деньги, и через некоторое время туда приходит Джимми и Рик. Рик отправляет его проверить Мисс Бендер. После этого Нина тоже приходит туда. И она приходит туда потому, что беспокоилась о Рике. Затем Рик ведет Нину в свою комнату, где они оба подходят слишком близко, и когда они собираются поцеловаться, появляется Мисс Бендер. Она чувствует некоторую любовь в воздухе между Риком и Ниной, и намеренно портит их момент. Намекая о Нине, что Рик имел спор на роман с ней. После этого Нина злится и выбегает из комнаты. Увидев это сразу же, Рик пытается убедить ее, но все становится еще хуже, когда Нина узнает еще одну вещь. Рик заключил пари с Карлосом, чтобы произвести на нее впечатление и получить 1000 долларов. От него она находит взамен крайне смущающе и уважительно, из-за чего становится еще злее. Тем временем полицейские пришли туда же, потому что он открыл стриптиз-клуб без заказного разрешения. Полиция начинает арестовывать всех подряд, и теперь же вместе с ними арестована и Нина, что заставляет Рика чувствовать себя очень стыдно. На следующий день, когда он уйдет в полицейский участок, чтобы встретиться со всеми, он узнает, что Нина тоже попала туда. Но теперь после этого инцидента, она даже не хочет его видеть печально лицо. После, когда Рик возвращается домой, Рику звонит его отец, который ругает его за то, что он назвал свое имя в полиции. Он говорит ему, что у него большие проблемы, потому что копы подозревают его в том, что он убил механика. Поэтому все, что происходило в фильме до сих пор, было воспоминанием. И теперь мы увидим следующую историю со стороны. Позже он пошел в церковь, чтобы исповедоваться. Он рассказывает отцу о романе Мисс Бендер. Отец начинает драться с ним, потому что у него тоже был роман с Мисс Бендер. Это был наименее ожидаемый фактор, который справа срывал отца городской церкви. После всего этого Рик находит в состоянии ума. И он идет в дом Мисс Бендер. Он вступает с ним в долгий часовой разговор. Он волнуется, но остается уважительным по отношению к ней. Затем он дает ей обещание, что она больше никогда не будет флиртовать с ним или соблазнять его. Наладив хорошее отношение с Мисс Бендер, Рик чувствует, что возможно он бы мог вернуть свою жизнь к тому, чтобы было с положительной энергией. После Рик идет в больницу, чтобы видеть свою маму. Плачет и признается во всем своей матери. Его мама говорит Рику, чтобы он разобрался со всеми своими проблемами, одни за другим. Она также говорит Рику признать свои ошибки, чтобы исправить их. Услышав все это, Рик мотивированный чувствует, что может вернуть свою падшую жизнь на хорошее русло. Он идет к адвокату и звонит ему. И просит его помочь ему, чтобы вытащить своего друга из тюрьмы. Так как у Рика не было денег платить адвокату, адвокат нанимает его на неполный рабочий день, который должен был помогать ему в повседневных делах. Выполняя небольшие поручения, для него адвокат идет в полицейский участок и выручает своего друга из тюрьмы. После того, как Рик снова отправляется в больницу, чтобы навести визит своей маме, мы узнаем, что Нина работает там на неполный рабочий день. Рик идет к своей маме и наконец проявляет смелость, чтобы сказать ей, что она развелась с его паршивым, бесполезным отцом. Он отдает своему маме документы о разводе и говорит ей взять шаг, чтобы освободиться от бесполезного существования отца. Когда он выходит из комнаты и больницы, Нина преследует его до главной двери. Она выходит ему навстречу и сначала Рик извиняется перед ней с чистым сердцем. Но когда она приближается к нему, Рик не торопится раскрыть свои чувства, которые он пережил. Затем он рассказывает ей все о том, что у него было на сердце. Он говорит ей, что несмотря на то, что причинил ей много неприятностей, много разочарований, он действительно мог бы использовать еще один шанс с ней, чтобы улучшить ситуацию. А как Нина тоже начала сильно любить Рика, она принимает его искренне извинения и в конце концов признается ему в своих чувствах и принимает его предложение. После этого оба приятно целуются и фильм заканчивается. Друзья, напишите свои мысли в комментарии, поставьте лайк и подпишитесь на канал. Также посмотрите эти видео и я желаю вам хорошего дня.